Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на канале Polar Wolf, гороскоп и футбол. Гороскоп на завтра, 22 декабря 2020 года, для всех знаков зодиака. Во вторник, 22 декабря 2020 года, до 13 часов 7 минут продолжается 8 лунный день. А с 13 часов 7 минут и до 13 часов 17 минут следующего дня, 9 лунный день. 9 лунный день. Неблагоприятный, плохой, опасный, темный. Сегодня следует быть настороже. Все знаки, которые преподносит нам судьба, оказываются дурными, но впадать в уныние не следует. Умерьте собственные амбиции, ибо излишняя гордость и самоуверенность может обернуться против вас и привести к катастрофе. Сегодня над вами будет витать множество иллюзий, обманов, авантюр, опасных соблазнов. Не поддавайтесь отрицательной энергетике 9 лунного дня и держите себя в руках. Сегодня люди крайне эмоциональны. Они угнетены и подавлены. Ими владеют мрачные мысли, страхи, необоснованная тревога. Чтобы защитить себя от мрачного влияния 9 лунных суток, следует заняться самоочищением. Ваши желания и помыслы должны быть чисты. Если в недалеком прошлом кто-то вас обидел, простите его, искренне пожелайте ему счастья. Это послужит эффективным методом борьбы с отрицательной энергетикой дня. Не беритесь за новые дела. Возможно, вы переоцените собственные способности, и тогда ваши начинания потерпят крах. Лучше продолжать заниматься тем, над чем вы занимались до этого. Будьте морально готовы к дурным новостям, невезению. Все это сегодня не исключено. Постарайтесь пережить этот день без эмоциональных всплесков. Вообще демонстрировать свои эмоции сегодня нежелательно. Также не стоит спорить и ссориться. Отстаивать свое мнение сегодня бесполезно. Проведите день в спокойной, привычной работе, в будничных делах. Если вы чувствуете, что эмоции готовы вот-вот вырваться наружу, то вам помогут дыхательные упражнения или медитация. Сохраняйте спокойствие, здоровье и питание. Чтобы в разы реже появляться в кабинете у стоматолога, держи ультрафиолетовый стерилизатор зубных щеток. Аксессуар с заботой о здоровье. Сейчас действует скидка и цена вместе с промокодом составляет от 1422 рублей. Ссылка в описании. Избегайте переедания. Категорически запрещено курение и употребление алкоголя. Возможны пищевые отравления, избежать которых поможет очищение организма. Полезно сходить в сауну или баню. Можно заняться силовыми упражнениями. Болезни, возникшие в этот день, могут быть опасными. Девятый лунный день. Большинство проблем связано с психикой человека, так как он чувствует себя подавленным, перегруженным проблемами и комплексами. У людей, склонных к этому, появляются суицидальные мысли. Люди часто обращаются к психотерапевтам. Возможно обострение фобий и заболеваний сердца. Появляется склонность к депрессии. Если в этот день вы сильно заболели, то это признак нарушения вашего духовного пути. Что-то в вашем духовном развитии пошло не так. Постарайтесь выяснить, где вы совершили ошибку. Для лени день сегодня неблагоприятный. Лучше провести его, занимаясь активными действиями. Хорошо, если вам удастся выбраться на природу. Любовь и отношения. Никаких конфликтов и ссор сегодня быть не должно. А если они и возникли, постарайтесь гладить их. Не спорьте с окружающими и не выясняйте отношения с любимыми. Можно устроить романтический ужин. Само собой, брак сегодня заключать не стоит. Он принесет сплошные горести и разочарования. Исключение может быть лишь для тех, кто уверен в искренности своих намерений и устойчивости перед любыми неприятностями. Работа и творчество. Распланируйте этот день так, чтобы все время заниматься скромной, рутинной работой. Не попадайтесь на глаза начальству. Да и с коллегами сегодня лучше общаться поменьше. Ни в коем случае не показывайте свои эмоции. Не поддавайтесь на провокации. И не слушайте ничьих советов. Помните, что сегодня люди склонны к агрессии, мошенничеству и обману. Также некоторые попытаются переложить ответственность за свои проблемы на ваши плечи. Поэтому так важно сузить свой круг общения на сегодняшний день. Несмотря на негативную энергетику, которой насыщены 9 лунные сутки, у творческих людей и научных сотрудников работа сегодня будет идти хорошо. Самое время для вдохновения. Но все новое, будь то проекты, знакомства или встречи, лучше отложить. Бизнесменам следует забыть на сегодняшний день о финансовых вопросах, судебных разбирательствах и прочих деловых операциях. День неблагоприятен для смены трудовой деятельности, но для путешествий, поездок и переездов вполне подходит. Рожденные в этот день зачастую проживают долгую и плодотворную жизнь. Но ему стоит обращать особое внимание на свое здоровье. Избавиться от болезней поможет регулярная очистка организма. Рожденным в 9 лунный день следует помнить и о чистоте кармы. В случае, если у человека будут чистые помыслы и намерения, если он будет стремиться к доброте и искренности, то сможет избежать больших жизненных трудностей. Отрицательное воздействие энергетики дня затрагивает и несознательную часть жизни. В 9 лунный день часто снятся тяжелые и неприятные сны. Прямого значения они не имеют, но все же желательно не махать на них рукой, а внимательно отнестись к своим сновидениям. Сны, приснившиеся в 9 лунный день, чаще всего указывают на нерешенные проблемы. Своё подсознание нельзя обмануть. Если наяву вы по каким-то причинам не хотите решать наболевшие вопросы и пытаетесь от них убежать, то это не решение. Во сне всё то, что вы смогли спрятать глубоко, не замедлит о себе напомнить. Груст накопившихся проблем будет давить тем сильнее, чем дольше вы его несёте. Поэтому рекомендуется очень тщательно трактовать сны 9 лунного дня. Чем быстрее вы сможете распутать клубок, тем лучше. Таким образом вы выровняете свой энергетический фон и в результате стабилизируете психологическое и эмоциональное состояние. Это поможет вам в дальнейшем принимать всё таким, какой оно есть. Сад-огород В 9 лунный день земля всё ещё находится на этапе выдоха. В этот период идёт наземный рост растений, который всё больше набирает свою силу. Все соки растений при этом устремлены вверх от корня к стеблю, плодам и листьям. Сегодня можно обрабатывать землю, рыхлить, проводить обрезку, черенковку, укоренение клубничных и других усов. Хорошо подкармливать и прививать, садить и пересаживать культуры, дающие наземные плоды, прореживать сходы, посынковать, собирать семена. Подходящее время для обрезки, прищипки и пикирования растений для лучшего роста побегов. Растения берут из почвы больше воды и питательных элементов, поэтому важно больше их поливать. При этом не рекомендуется обрезать плодовые деревья, так как они могут истечь соком. Нежелательно также проводить пикировку растений, если луна находится в знаке водолея. В связи с тем, что идет накопление микроэлементов в плодах и листях, это также благоприятный момент для сбора урожая, со съедобной частью, выросшей над поверхностью земли. Желаю вам хорошего, удачного и плодотворного дня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И будьте здоровы! Ваш Полар Волф